Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Всем привет, с вами снова Крюга ТВ. Рад вас всех видеть, я могу сказать, что самолёт, о котором сегодня пойдёт речь говно. Всем спасибо, расходимся. Наверное это был бы самый краткий, самый ошеломительный ролик, но я наверное всё-таки буду придерживаться чуть более стандартного формата и объясню вам все тонкости, почему я так думаю. Хотя в этом случае вы ничего не потеряете, если дальше не будете особо разбираться в вопросе, а просто не будете играть на B18A, боевой рейтинг 1.3. И сегодня давайте о нём быстренько поговорим, я не буду тратить на него много времени, обещаю для всех заинтересованных. Это у нас бомбардировщик, фронтовой, который буквально сразу же открыт у американцев. Его можно получить, сыграв буквально несколько боёв на других вариантах типа Каталин или ТБД. Так вот, дело в том, что это самый странный по настройке фронтовой бомбардировщик, который я вообще встречал. Не знаю, как он там был в жизни, нас это не интересует. У нас сегодня рубрика «Нештурмовая штурмовка», где мы разбираемся, как самолёт ведёт себя в совместных боях. Может ли он убивать наземку? И если может, то как? А если не может, то почему? И чем ему ещё там заняться? Напоминаю, что пилот из меня довольно так себе. Поэтому ваши комментарии с мнениями «А как? А почему? А вдруг я что-то делаю не так?», они всегда приветствуются. Ну а теперь приступаем к B18A. Прежде чем я начну его ругать, это его ЛТХ в основном здесь постарались, давайте немножко про бомбовую загрузку. Её не назвать рекордной, однако для боевого рейтинга 1.3 она неплохая. Здесь вы можете взять себе несколько вариантов. Тот, который вам больше по душе. Например, 8 бомб по 250 фунтов, то есть это 100-килограммовые бомбы, грубо говоря. Они довольно адекватно подойдут, если ваш навык штурмовки высок. Однако на этом самолёте, к сожалению, какой бы у вас ни был навык штурмовки, скорее всего, ими грамотно воспользоваться вы не сможете, ибо у них нет сплэша, нужно попадать прямо под танк, и с его управляемостью это невозможная задача. Далее идут 4 бомбы по 500 фунтов, то есть 250 килограмм. У них, к сожалению, всё ещё не настолько жуткий сплэш, однако ими будет легче попадать, и, на мой взгляд, этот вариант оптимальный, если у вас действительно отличный навык бомбометания, вы сможете делать до 4 фрагов. Они сбрасываются по одной. Однако всё ещё даже для меня, ну как даже, наверное, для меня и для многих тех, кто смотрит это видео, данная загрузка будет малоэффективна, и, наверное, лучше подойдёт 2 бомбы по 1000 фунтов, то есть 500 килограммовые. Ими попадать уже можно рядом, хотя, знаете, и не в 10-15 метрах, там танку ничего не нанесёте. Но, тем не менее, хоть какой-то шанс на небольшое кривометание, назовём это так, у вас присутствует. Но их всего 2, а значит, максимум 2 фрага. Ну, окей, может быть, иногда можно сделать дабл или даже трипл этими бомбами, но всё ещё я бы на это сильно не рассчитывал. Другие загрузки я особо не рассматриваю. Можно использовать, конечно, 2000 фунтовку одну, то есть 1000 килограммовую бомбу, или 12 100 фунтовок, но я уже объяснял, что на данном самолёте 250 фунтовки-то это невозможная тема, а вот 100 фунтовки это даже непонятно, кто этим сможет воспользоваться. Короче говоря, по бомбовой загрузке у вас, скорее всего, будет 4 или 2 сброса довольно мощных бомб. Это неплохо, но есть одно немаловажное но. Даже на этом боевомбе рейтинге, там плюс-минус 1.3, 1.7, есть самолёты, которые не хуже справятся с уничтожением наземной лёгкой техники, а тяжёлый тут практически не присутствует. И всё дело в том, что, например, у американцев есть крупнокалиберные браунинги на самолётах, причём даже этих боевых рейтингов. Например, на П-36С есть браунинг. И самое главное, что, в принципе, данный самолёт этим браунингом может сделать там те же самые два фрага, как и вы, например, с ваших бомб. При том, что у Б-18 нет курсового вооружения, а есть только три мелкашки турели браунинги, которые абсолютно бесполезны, учитывая их углы обстрела. Защищённость данного самолёта забегая наперёд просто никакущая. И самое главное, зачем он нужен, когда есть какой-нибудь СБ-2У, у которого с флайт-моделью всё сильно лучше, а бомбовая загрузка хоть и попроще, но, тем не менее, она тоже вас, скорее всего, устроит. Тем более, когда есть тот же самый СБ-2У, третья модификация, ещё и с крупнокалиберным браунингом в турели, и самое главное, четырьмя курсовыми крупнокалиберными браунингами. А боевой рейтинг всего лишь 1,7. В общем, давайте чуть конкретнее к ЛТХ. Почему моя жопа так полыхает от Б-18А? Такое чувство, что кто-то, наверное, дописал лишний нолик во время реакции данного самолёта на действия игрока. И вместо, например, 100 миллисекунд инерции, ему вписали целую секунду. Потому что это самый неуправляемый самолёт из тех, которые я вообще когда-либо встречал. Такими вязкими, душными и неуправляемыми, с такой задержкой реагирующих на действия игрока, я не видел самолётов. Даже П-8, даже какие-нибудь Ту-4, они и то более отзывчивые, чем Б-18А. И самое главное, что к этой проблеме, которая фундаментально уже мешает как минимум точно метать бомбы, добавляются остальные проблемы с его живучестью и ЛТХ. Первая и главная проблема — это отсутствие какого-либо бронирования. Ну ладно, это фигня, но защиты как таковой. Да, у вас есть три турели, но сектора их обстрела настолько неудобные, что, по сути, у вас безнаказанно могут висеть на шести сколько угодно самолётов, и вы ничего им не сделаете. А даже если вы стреляете с этих мелкашек по вражеским истребителям, то сбить шанс у вас есть, ну, только бипланы, то он должен, ну, прям упрямо висеть у вас на шести в трёх сотнях метрах и, ну, ничего не делать, даже не стрелять по вам. Защищённость Б-18А сомнительная. При получении жёлтых повреждений, там, крыльев и чего-нибудь, он уже летает хуже. Плюс ему часто повреждают двигатели, что неприятно. К этому стоит добавить ещё одну фундаментальную проблему Б-18А. Это практически невозможное управление этим самолётом из-за его узкого скоростного диапазона. На скорости 250 км в час и ниже самолёт превращается в нелетайку. На скорости 250-300 км в час самолёт отлично маневрирует и неплохо держится в воздухе. На скоростях выше 300 км в час у него начинают затяжеляться рули, и к скоростям в 340-350 он полностью теряет управление. Добавляем к этому искусственный дикий input lag и получаем самый отвратительный бомбардировщик в этой игре. То есть, если бы не было такого жуткого input lag, это был бы просто, ну, плохонький фронтовой бомбардировщик. Да, он был бы неудобный в управлении, потому что у него все типичные проблемы и довольно в приличном ключе. Мы рассматривали не так давно, если мне не изменяет память Ки-45 и такие самолёты, как 223-я НС-шка и Ф-222. Так вот, собственно, он, наверное, больше похож на не двухмоторный штурмовик или бобёр, а на вот эти самые страшные НС-шки или Ф-222-е. С такими же проблемами по перекладке с крыла на крыло, с тем, что его задирает из-за формы крыла по диагонали вверх, с тем, что ему практически невозможно поворачивать рулём направление. Хотя здесь есть иллюзия того, что он работает, он действительно позволяет отклониться градусов на 10 в ту или иную сторону, но после этого он полностью теряет свою эффективность. Ну, и тут даже закрылками нормально не воспользоваться, поскольку, опять же, напоминаю сложности с управлением скоростным диапазоном и тягой, и получаем очень странную нелетайку. Если бы не было такой проблемы с задержкой в управлении, то он был бы как какая-нибудь Ф-222-я, но у него нет такой бомбовой загрузки, то есть он направляется плохо. Ну, сложно, я бы сказал. Не плохо, а сложно. Но при этом его бомбы достаточно обычные, они ничем не выделяются на этом уровне. И, например, у Советского Союза есть куда более удобные как штурмовики, так и бомбардировщики. И если я уж говорил про Су-2, М103, МВ-3, что он не очень-то удобный, умножьте все эти проблемы на 5, добавьте худшую бомбовую загрузку и получите Б-18А. Если вам нужен штурмовик, на этот боевой рейтинг не рассматривайте его ни в коем случае, просто забудьте про его существование. Так жить вам будет куда легче. Ну а на этом на сегодня все. Пойду пилить для вас новый контент. Неожиданно как-то мы с вами накинулись на низкоранговую штурмовку. Почему бы не продолжить? В конце концов, кто кроме меня вообще заинтересован такой техникой на ютубе среди русских обзорщиков? Я думаю никого. Так что увидимся в следующих видео, всем удачи и пока-пока.